Всем привет! В эфире Универа Ньюса. В студии Дарья Зотова наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла министр просвещения Российской Федерации. В Академии наук обсудили актуальные вопросы российского гуманитарного образования. В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс председателя Верховного суда Республики Татарстан. Состоялся визит в Казанский федеральный университет министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Все подробности в нашем сюжете. 19 ноября Казанский федеральный университет посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал возможности вузов подготовки и переподготовки учителей. Поводом для визита в Казань стало участие министра в форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ реализуются программы подготовки и переподготовки школьных учителей. Основной акцент в работе института делается на филологию и полилингвальное обучение. В ходе визита была продемонстрирована инфраструктура этих направлений. Основной точкой стал Центр цифровых образовательных технологий. Он введен в эксплуатацию в этом учебном году и данный визит стал первым официальным посещением площадки. Центр предназначен для обмена знаниями и трансфер в школьную практику передовых технологий. Валерия Муратова, Лев Халиулен, Универньюс. В Академии наук Республики Татарстан прошел форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». В Академии наук Республики Татарстан прошел форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». В Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования. При этом среди наших приоритетных задач последовательное повышение качества и уровня социально-гуманитарных знаний. Форум объединил в своей программе два знаковых мероприятия. Выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знаний и третий съезд учителей истории и общества знаний Республики Татарстан. Наше гуманитарное образование именно сейчас, как мне кажется, находится на пороге очень значимых изменений. Перед российским образованием поставлены очень большие задачи. Это глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая цель – это воспитание человека, гармонично развитого социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Мы вместе с вами, со всем учительским сообществом, а это полтора миллиона учителей, которые ежедневно входят в российские классы, мы как раз и направлены наше усилие на то, чтобы решить эти задачи. Организаторами форума выступили Казанский федеральный университет и Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знаний при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан. Наш университет определил подготовку учителей и обеспечение их профессионального роста, а также научное осмысление этих процессов в качестве одного из своих основных приоритетов стратегического развития. Этому в немалой степени способствовал и достаточно большой ресурс, полученный нами в результате присоединения двух педагогических университетов, одного в Казани, одного в Елабуге. Созидательная работа всего университетского сообщества положительным образом сказалась на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене. В рамках форума поднимались вопросы, связанные с совершенствованием историко-культурного стандарта, дидактическими компонентами преподавания в школе и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2019 и 2020 году. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. На базе Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ состоялся третий научный форум «Телекоммуникации, теории и технологии-2019», участие в котором приняли представители Казанского федерального университета. Смотрим. В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева КАИ открылся третий научный форум «Телекоммуникации, теория и технологии». С приветственным словом перед гостями форума выступил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Леонид Толчинский. Что хочет медиа ищет? Он хочет состояться, он хочет стать значимым в этом медиапространстве. Сегодня победа в медиапространстве – это совсем не только создание хорошего контента. Это хорошее знание, хорошее владение технологиями, которые позволяют этот хороший контент внести в аудитории. Об основных этапах становления и развития телевидения в Татарской автономной Советской Социалистической Республике на пленарном заседании форума рассказала профессор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Резида Даутова. Есть возможность пообщаться как с людям, от которых зависит развитие технологий телевидения, связанных с телекоммуникациями и так далее, так и людей, от которых зависит содержание, наполнение телевизионное. То есть форум носит междисциплинарный характер. В течение трех дней в рамках форума в стенах КНИТУ-КАИ пройдут мероприятия трех конференций Проблемы техники и технологии телекоммуникации, оптические технологии в телекоммуникациях, физика и технические приложения волновых процессов, а также телевидение в Татарстане в веке становления и эпоха развития. Лилия Талипова, Леонард Валерьяров, Универньюс. 19 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялся мастер-класс председателя Верховного суда Республики Татарстан Ильгиза Гелазова. Он поговорил со студентами юридического факультета КФУ о настоящем и будущем судебной системы. Мастер-класс остался в преддверии Дня юриста, который отмечается 3 декабря. Традиция была положена в 2008 году. До этого в России единого общего праздника для юристов не было. Сегодняшнее мероприятие именно в таком формате, встреча со студентами, и она необычная, нестандартная. Не в разных мероприятиях приходится бывать. Естественно, и встречаться и со студентами, и с школьниками, разговаривать, рассказывать о судебной системе. Мастер-класс проходил в формате ток-шоу. Запись программы можно будет увидеть в свободном доступе на YouTube и в сетке вещения телеканала Универ ТВ. Я думаю, эти мероприятия надо продолжать, поэтому, пользуясь случаем, я хотел еще раз поздравить университет с прошедшим днем рождения, 215 лет, а юристов с наступающим Днем юриста 3 декабря. Камиль Гемоздинов, Леонард Валетяров, Универ Ньюс. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. Научный десант КФО в Бугуме собрал более 350 учащихся. Праздник науки прошел на площадке школы номер 4. Его участниками стали старшеклассники нескольких школ, лицеев и гимназий города, а также учителя и родители. Лекционный ряд был представлен такими темами, как Казанский университет и географические открытия путешествия Ивана Симонова в Антарктиду, как рождалась Республика Татарстан, а также вся правда о психологии. Большой популярностью пользовались интерактивы и мастер-классы. На них можно было научиться делать различные медицинские манипуляции, измерить электромагнитное излучение своего сотового телефона, узнать, как добывают различные виды нефти и многое другое. Напомним, серия мероприятий проходит в рамках просветительской акции КФУ, которую ВУЗ проводит в канун своего 215-летия. Более 300 гостей приняли участие в Елабужском институте КФУ на дне открытых дверей. Школьников и их родителей пригласили познакомиться с интерактивными площадками, прикоснуться к историческому наследию ВУЗа, посетив музеи института. Студенты-активисты порадовали гостей ВУЗа яркими выступлениями, а также познакомили ребят с возможностями развития в различных видах деятельности в Елабужском институте. Участники мероприятия получили возможность поближе познакомиться с интересующим факультетом на встрече с деканами. Желающие смогли посетить учебные лаборатории. 15 ноября в Набережных Челнах во Дворце культуры КАМАЗ состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию дня рождения Казанского федерального университета. В рамках торжества состоялась церемония награждения сотрудников и научно-преподавательского состава Набережно-Челнинского института КФУ. Праздничная часть концерта включила в себя зрелищные вокальные и танцевальные номера. В КФУ прошло торжественное открытие Александриады-2019. Фестиваль приурочен к 215-летию Казанского университета и посвящен императору Александру I, подписавшему утвердительную грамоту об основании университета и его устав, а также другим Александрам, сыгравшим особую роль в судьбе мира, страны и образовательного учреждения. В программу фестиваля включены научно-популярные лекции, театральные представления, квесты, брейн-ринги, конкурсы. Все это будет проходить на площадке КФУ до 3 декабря. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!